Во время беременности с нашим организмом всё время что-то происходит. Одни изменения нам понятны. Растёт живот, увеличивается грудь, по утрам тошнит, а в обед вдруг хочется спать. Но бывают и другие симптомы, которые могут насторожить. Вот, например, начинает закладывать нос, плюс из него всё время течёт. Что это? Аллергия? А может быть, ОРВИ? Или кожа зудит и чешется, на ней появляется какая-то сыпь? Это тоже аллергия? И кому тогда бежать? Терапевту, дерматологу или аллергологу? Начнём с того, что все эти симптомы и правда очень похожи на аллергию. Она сегодня стала, если не обычным явлением, то достаточно частым. Как только приходит весна, сходит снег и начинают свисти ольха или береза, сразу же увеличивается количество чихающих и кошляющих. К тому же сейчас так много некачественных и суррогатных продуктов, что достаточно съесть душистую клубнику, нанести на кожу новый крем с чудодейственным составом или выпить газировку кислотного цвета, зуд на коже, пятна по всему телу и отёки не заставят себя ждать. А ещё есть загазованный воздух, реагенты на дорогах, куча бытовой химии с её агрессивным воздействием, электромагнитное излучение. Всё это тоже может привести к аллергии. Сейчас, даже если человек раньше был здоров и ел апельсины килограммами, неблагоприятная экология так повлияла на нас, что достаточно съесть вполне привычный и вроде бы безопасный кабачок или морковку, как вдруг начинаешь чесаться или чихать. Будущие мамы тоже частенько сталкиваются с симптомами аллергии. Конечно, каждая беременная старается максимально себя обезопасить, читает этикетки на продуктах, не ест всякую гадость, перестает пользоваться душистыми и синтетическими средствами и вообще начинает вести здоровый образ жизни. Но всё равно глобально избежать плохой экологии невозможно, поэтому у будущих мам аллергия не редкость. К тому же сама по себе беременность тоже некоторым образом способствует появлению аллергии. Всё дело в том, что для женщины, даже её казалось бы родной ребёнок организму чужеродный, а иммунитет любого человека призван бороться с чужеродными объектами. Именно поэтому природа предусмотрела безопасный механизм. На время беременности организм женщины подавляет её иммунитет, чтобы защитить ребёнка от возможного отторжения. А когда защитные силы организма уменьшаются, он, конечно, становится более уязвим и для бактерий, и для вирусов, и для аллергенных агентов в том числе. И поделать с этим ничего нельзя. Но природа мудрая и так просто один на один будущую маму с агрессивным миром не оставляет. Раз иммунитет снижен, что-то же должно защищать беременную, и это будут делать её собственные гормоны, в частности, кортизол. Количество этого гормона во время ожидания ребёнка значительно увеличивается, а у него есть одно прекрасное свойство – уменьшать проявление аллергии. Поэтому есть счастливицы, которые с ней во время беременности не сталкиваются, даже если у них раньше каждую весну была аллергия на цветение. У тех, кому повезёт меньше, аллергия будет протекать в обычной форме. Конечно, это не значит, что мамам без хронических аллергических заболеваний разрешено всё – есть клубнику килограммами, пользоваться сомнительной косметикой или покупать саругатные продукты, уповая на то, что аллергия раньше никогда не была, и к тому же сейчас есть защита кортизола. Так, кстати, часто делают женщины, которые почему-то понимают выражение, что беременность – это не болезнь, как можно всё. Можно-то можно, только меру всё-таки надо знать. Один апельсин принесёт пользу, а вот три уже вряд ли. Ещё один момент, который, пожалуй, волнует женщину больше её собственного состояния. А что там с ребёнком? Как повлияет на него мамина аллергия? К счастью, само по себе это состояние для малыша не опасно, так как вещества, вызывающие аллергию, так называемые антигены, не могут проникнуть к ребёнку через плаценту. Хотя, конечно, если у мамы есть аллергия, то предрасположенность ребёнка к ней, безусловно, возрастает. Если аллергическое заболевание хроническое есть у обоих родителей, риск заболеть аллергией у будущего ребёнка составляет 60-80%, если у одного из родителей – 50%. Но даже если родители здоровы, то риск того, что у ребёнка будет аллергия, всё равно есть. Правда, уже небольшой – 10-20%. Если аллергия во время беременности всё-таки появилось, то её симптомы будут такими же, как и в обычной жизни. В какой-то момент в носу всё засвербит, зачешется, начнётся сильный насморк, мама станет постоянно чихать. Параллельно зачешутся глаза, из них потекут слёзы. Другая форма аллергии – это крапивница. На коже вдруг появятся резко очерченные красноватые участки, похожие на волдыри при ожоге крапивы. Они будут сильно зудеть, и что характерно, могут исчезнуть так же быстро, как и возникли. Иногда кожа просто начинает сильно чесаться, хотя на ней нет пятен и волдырей. Какие-то серьёзные формы аллергии, отёк, астма – совсем редкий случай. Все эти симптомы могут быть реакцией на что угодно – на пыльцу, на пыль, шерсть животных, еду, косметику, одежду и даже на холод. И что тогда делать? В идеале надо пойти на консультацию к аллергологу или иммунологу. Акушер-гинеколог тоже может что-то посоветовать, но это будет больше общая консультация. То есть доктор всего лишь назначит лекарство от аллергии, которое не противопоказано во время беременности. Во всех нюансах же, что лучше пить, чем намазать кожу, что закапать, разберётся только специалист по аллергии. Некоторые симптомы аллергии очень похожи на другие болезни. Вот, например, тот же насморк. Он же бывает и при ОРВИ. Как тут разобраться? При любой инфекции вдобавок к насморку появится ещё и воспалительная реакция. Поднимется температура тела, отделяемая из носа, из прозрачного станет мутным, скорее всего заболит горло или начнётся кашель. В общем, будут и остальные симптомы ОРВИ. Есть ещё одно состояние, при котором нос всё время заложен или из него постоянно течёт. Это так называемый насморк беременных. Он появляется не из-за инфекции, не из-за аллергии, а просто потому, что женщина беременна. Прогестерон – главный гормон беременности влияет на стенки сосудов, в том числе и носа. Они расширяются, слизистая носа оттекает, мама чувствует, что её нос постоянно заложен, у многих появляется насморк. Всё это может начаться уже с первых недель беременности и затянуться на недели или даже месяцы. У некоторых женщин насморк проходят к концу первого триместра беременности, а у других исчезает только после родов. Кстати, он встречается достаточно часто, примерно у 30% будущих мам. Вот здесь отличить насморк беременных от аллергии может быть сложнее, особенно если он выражен сильно. Выделения из носа и в одном, и в другом случае будут прозрачные, водянистые. Но вот при насморке беременных обычно нет слезотечения и очень сильного чихания. И в какой-то момент женщина понимает, что это совсем не аллергия, а что-то другое. Другой симптом – сильный зуд кожи. Причем чаще всего чешется живот, грудь, хотя могут чесаться и любые другие участки тела. Сначала и правда может показаться, что это аллергия, но на самом деле основная причина того, что кожа во время беременности сильно чешется именно на животе, проста. Живот растет, а кожа не всегда успевает адаптироваться к новому состоянию, то есть не успевает растянуться. Еще одна из причин зуда кожи – ее сухость из-за того, что мама пьет мало жидкости. Если акушер-гинеколог велел не злоупотреблять жидкостью и беременная сильно себя в питье ограничила, то все это часто ведет к тому, что кожа сохнет и естественно начинает чесаться. Кроме того, зуд кожи на животе часто говорит о том, что на ней могут появиться растяжки. Они возникают, потому что женщина очень быстро набирает вес, плюс у нее есть недостаточное количество коллагена и эластина. Сначала кожа просто начинает сильно чесаться, а уже потом на ней образуются растяжки. Кожа на груди чешется по тем же самым причинам. А еще кожа на любом участке тела во время беременности становится очень чувствительной. И если раньше на ее сухость женщина просто не обращала внимания, то теперь любое изменение становится заметным. Поэтому кожу надо постоянно питать и увлажнять. Но иногда зуд кожи у будущих мам возникает совсем не за естественных причин. Редко, но бывает, что начинаются проблемы с желчеотделением. Это тоже связано с беременностью, правда, уже не будет каким-то безобидным состоянием. При таком называемом холестазе, застое желчи, чешется не только живот, а почти все тело. Руки, ноги, грудь и спина. Зуд особенно усиливается к ночи и кожу не просто хочется немного почесать. Некоторые мамы буквально раздирают ее. Причем больше всего чешутся стопы и кисти. И здесь уже не надо чего-то ждать и думать, то ли это растет живот, то ли кожа просто сухая, а может быть это действительно аллергия на одежду или пищу. Нужно сразу идти к своему акушеру-гинекологу и сдавать биохимический анализ крови. По его показателям судят о работе печени и желчного пузыря. Последний симптом это какая-то реакция на продукты. Часто пищевую непереносимость принимают за аллергию, но это два совершенно разных понятия. При пищевой аллергии есть реакция иммунной системы, а при пищевой непереносимости ее нет. В случае пищевой непереносимости человек обычно имеет дефицит фермента, а это означает, что какой-то компонент пищи не переваривается должным образом. Чаще всего пищевую непереносимость вызывают бобы, капуста, молоко, зерна, содержащие глютен. Например, вздутие живота и разжиженный стул после молока это не аллергия, а скорее всего лактазная недостаточность, дефицит фермента лактазы. И на первом месте при пищевой непереносимости всегда кишечные симптомы, газы, боли в животе и диарея. Получается, что многие симптомы, похожие на аллергию во время беременности, совершенно обычное состояние, а вот на другие надо обратить внимание и лечить. Поэтому, если замучил насморк, бесконечно хочется чихать или нестерпимо чешется кожа, дойдите до доктора, он поможет разобраться, что и почему вас беспокоит.